Здравствуйте! Тянуть конетель. Но тянут и тянут конетель. Такое предложение можно часто слышать, стоя в коридорах каких-то заведений, где чиновники не любят быстро работать и решения обычных, недолгих вопросов могут растягивать на целые месяцы. Но тянут и тянут конетель. А что же такое конетель? Конетель – слово французское. Так называется тонкая нить, предназначенная для вышивания. Нить эта металлическая, и чаще всего ее делают из золота или серебра, реже из меди. Хотя новые современные технологии позволяют тянуть конетель практически из любого металла. Затем промоку покрывают тонким слоем краски любого цвета. Чтобы произвести эту нить, нужно потратить много времени. Процесс создания конетели, в общем-то, простой. Накаливание металла, затем протягивание клещами через тонкое отверстие. Полученную проволоку вновь нагревали и повторяли нагревание и протягивание, каждый раз уменьшая диаметр проволоки. Идеальная конетель – это тонкая нить, диаметр которой равен 1-2 мм. Полученную проволоку требовалось скрутить так, чтобы получилась очень плотная пружинка. Теперь конетель можно отдавать было рукодельницам, которые тоже потратят много времени, пока создадут свои вышитые шедевры. А что же вышивали конетелью? Прежде всего вышивали одеяния священников, церковные покровы, мундиры высших чинов. Были такие мастерицы, которым поручалась тонкая работа – вышивка конетелью икон. Но не только церковь, но и модницы заказывали для себя роскошные туалеты вышивальщицам. Такая красота стоила немалых денег. Ткани использовали только дорогие. Да и конетель из золота и серебра были недешевым материалом. Недостаток вышивок конетелью был только один. Работа была очень кропотливой и требовала, кроме терпения и таланта, очень много времени. В каких же случаях правильно употреблять такую поговорку – тянуть конетель? Ну, во-первых, ее произносят тогда, когда кто-то умышленно затягивает выполнение какой-либо работы, конетелица вместо того, чтобы работать, перекладывает бумажки с места на место, без конца перекуривает. А работа-то не делается, стоит на месте. Наверняка лодыри всех мастей не раз слышали в свой адрес такую поговорку. Недобросовестные чиновники тоже очень любят тянуть конетель. Это у них очень часто случается. И еще можно говорить такую поговорку в том случае, если человек вместо того, чтобы четко и коротко рассказать о чем-то, не мычит, не телится, как говорят, выдают информацию в час по чайной ложке, тянет конетель. Вот такая конетель частенько портит нам настроение, отнимает массу времени на какие-то ненужные действия. Постарайтесь не тянуть конетель. Продолжение следует...